Рад вас приветствовать на канале о науке и образовании. В этом видео мы с вами отправимся в MIT. Это не инструкция по поступлению или вот что-то такое жесткое. Это просто мой влог по MIT. Я покажу вам, как выглядит кампус, в каких условиях там учатся студенты, как выглядит аудитория, расскажу, как можно бесплатно там обучаться. И мы также с вами заборедем на русскую тусовку студентов Гарварда и MIT. Вот сколько стоит билет в метро в Бостоне. Почти что 3 бакса. Хотел обратить ваше внимание на то, как оформлена станция, где находится университет MIT. Вот сейчас мы с вами в метро. Смотрите, все, все в научных постерах. Хотел вам показать, ребята, как выглядит типичная аудитория для занятий в MIT, для семинарских. Видите, все очень простенько, демократично. Пластиковая студия. Что самое главное стоит отметить, это доски. Доски, посмотрите, это же просто мечта любого лектора. Они черные, и на них нужно писать мелом. Понимаете? Это, ну, если вы не работали лектором, вы, может быть, меня не совсем поймете, но... Это восхитительно, это то, о чем мечтает, наверное, там, любой парень, который хочет работать в академии. Вот это вот с детства, в самых, не знаю, лучших фильмах, в университете я учился, в МГУ, и у нас писали на черных досках мелом. И еще один прекрасный момент от аудитории. Вот смотрите, я сейчас отойду к стене дальней от окна, и посмотрите, какие здесь чудесные окна. Комната просто дышит. Вот вы сидите, можете наблюдать всю эту красоту. Мозг отдыхает у вас. Вот это единение природы, интеллекта, это то, что необходимо для плодотворной работы. Вот так выглядит туалет в MIT. Смотрите, как все аккуратненько. Все чистенько. Хотел вам показать очень классную штуку. Это как в Гарварде везде, так и вот в MIT. Такие вот первопитьевые фортальчики, а потом вот просто для набора воды краники. Просто подставляешь бутылку, и вода автоматом заливается. Давайте покажу вам, какая тут красотища за окном. Открывается вид какой, смотрите. А? Смотрите, какие смешные карикатуры в MIT на стенах. Ученые спорят, у одного там левое ухо, у другого правое. Что-то там друг к другу все доказывают, диаграммы слона измеряют со спутника. Журналисты вообще хвост показывают. Ах, наше общество во всей красе. Смотрите, какая прекрасная скульптура при входе на факультет математики в MIT. Как и в Гарварде, для математика, физиков в MIT очень удобное рабочее пространство. Видите, такая комната, коридор со стульчиками, черными досками. Можно работать прямо в коридоре, выходить, обсуждать идеи со своими коллегами. Вы не поверите, что я сейчас нашел здесь в MIT, в этих рабочих комнатах. Ну, не комнатах, а как бы коридор вообще. Доски списаны. Но смотрите, смотрите, что тут написано. Здесь все на русском. Причем, раньше я жил в Лиме, но теперь я долго живу в штате Массачусетс, США. Здесь, видите, находятся офисы graduate students, то есть это аспиранты и магистры. И как интересно, смотрите, кто-то из них изучает русский язык. Ну и, конечно же, рядом с русским языком в MIT вы найдете формулы. Формулы сложные, не очень, но это все-таки математический факультет весь. Кому-то могут потребоваться дополнительные доказательства, что мы находимся на мат-факультете. Пожалуйста, сколько геометрических фигур. Смотрите, какой прекрасный переход от формулы мат-института MIT прямо в природу. К реке, зелени. А, кстати, вот из MIT через реку открывается прекрасный вид на высотки Бостона. В таких условиях, безусловно, очень приятно и комфортно работать и учиться. Если вы уже прошаренный человек в математике или в другой какой-то дисциплине, и вы хотите учиться в MIT, не поступая сюда и не платя никаких денег, а образование тут очень дорогое, то вот вам простейшая формула, как это сделать. Приходите на факультет. В данном случае я пришел на математический. И здесь на следующую неделю, смотрите, расписание. Каждый день огромное число научных семинаров и докладов, лекций. И туда везде свободный доступ. Вы просто приходите, садитесь, слушаете, обсуждаете. Я вот буквально вчера точно так же сходил на математический факультет Гарварда, на семинар. Очень интересная лекция. Ну, если вам интересно, кто выступает, читает лекции в Гарварде, вот, пожалуйста. Как вы знаете, ребята, MIT занимает лидирующие позиции в мире, там вот, в том числе по математике, готовят самых лучших специалистов, по крайней мере, по международным рейтингам. Хотите знать, кто их готовит? Профессор Владимир Горин, MIT. Вот соседний кабинет, да, далеко не будем ходить. Кто здесь? Профессор Алексей Бородин. Вот, вот кто готовит математику в MIT. А вот буквально соседний кабинет. Павел Етингов. Смотрите, какие прекрасные рабочие пространства. Два математика спорят о формулах. Вот, опять же, еще кластер митинг рум. То есть, это комната, видите, тут входы в офисы и стены, это доски. Свет, зелень, и можно творить науку. Вот еще один американский профессор MIT. Сейчас мы с вами на крыше MIT, математического факультета. Здесь так же, как и в Оксфорде, все прекрасно, организованно. Можно выходить, работать, лишать свежим воздухом. И я вам хотел показать, как выглядит рабочее пространство, так сказать, на чердаке мат-института MIT. Смотрите, как прекрасно, да, можно творить и находиться на самом верху этого города. Вот еще один замечательный пример общего рабочего пространства на мат-факе Гарварда. Ну, впрочем, на других факультетах здесь тоже все очень уютно. Но вот это то место, куда люди выходят, вместе работают. И мы с вами видим у меня за спиной все улики их труда, их умственной деятельности. Короче, я честно пытался сейчас запустить стрим вот из этой замечательной аудитории MIT-шной, математической. Сейчас вот написал объявление, что, короче, похоже, все стримы из MIT YouTube блокируют. То есть ничего не получается у меня сейчас запустить. Очень сожалею, надо было в Гарвард идти. Вот пример лекционной аудитории в MIT. И, как вы видите, все аудитории в разных университетах выглядят примерно одинаково. Где-то они поновее, где-то постарее. Ключевое это то, кто в них читает лекции и какого рода студенты там сидят, кого в этот университет набрали. Оцените размер мелков в MIT. Это просто огромные штуковины. Я такого еще нигде не видел. Вот и пример MIT-шной лаборатории. Кто хотел посмотреть, смотрите, вон там прям работа кипит. Пар идет. У меня в отеле выдают по утрам очень классные маффины. С малиной, там, черникой, клюквой. Очень вкусные. Вот, и, в общем, я собрался на MIT. Сейчас, видите, вот колонна. Там где-то главное здание. И решил немного подкрепиться. У меня перерыв обеденный. Смотрите, какой вид передо мной. Вон там Бостон на том берегу реки. А здесь у нас красота вся с MIT. Сижу такой, забрался на колонну MIT. Доедаю уже свой вкусный маффин. Испоминается на самом деле МГУ. Потому что у нас там не менее прекрасные колонны. Не менее прекрасный вид на газон. Ребята, мы сейчас с вами идем по такой классической бостонской улочке. Да, вот эти вот трехэтажные дома с обходами отдельными. Все сделано из красного кирпича. Я такое только в кино еще видел. Видите, ребята, у меня за спиной сейчас река, которую разделяет Бостон и Кембридж. Вот на том берегу. Гарвард и MIT в основном находятся в Кембридже. А на этой стороне, среди там еще прочих университетов, в том числе, есть и бизнес-школа Гарварда и бостонский университет. И вот сзади за мной это лодочная станция бостонского университета, очень классная. Там можно взять каяки, можно академическую греблю. И за деньги даже вот просто гость может прийти, взять в аренду, поплавать, понаслаждаться природой и спортом. А вот там вот далеко, видите, это виднеется даунтаун Бостона. А вот еще один пример типичной комнаты для семинаров или небольших лекций в MIT уже на инженерном факультете. А это вот мы с вами на крыше инженерного здания, но, к сожалению, вылезти на саму крышу нельзя. Дверь закрыта вообще, адски замурована. Вот так вот организовано рабочее пространство в MIT. Свалка, но это рабочий процесс, что поделаешь. Здесь какие-то абсолютно футуристические виды в этом MIT, просто бесконечные коридоры. Вот еще в таких условиях тут работают архитекторы. Очень много воздуха и пространства. А вот смотрите, лаборатория, где архитекторы уже не только придумывают, да, но уже и творят. То есть вот здесь они как раз выпиливают макеты. Ребят, тоже хочу заметить, что в MIT точно так же, как и в Гарварде, можно ходить практически везде. Вас никто ни в чем не ограничивает, нигде никаких охранников, никакого контроля. Просто ходишь, наслаждаешься видами университета. Смотрите, как организовано пространство. Честно скажу вам, ребят, вот очень давно, тут уже очень много гуляю по зданию MIT. И по сравнению с Гарвардом, чисто, знаете, архитектурно, как вот интерьеры, если оценивать, MIT кажется очень бездушным. Потому что в Гарварде там какие-то закутки, ну, здания сами старинные. И все так устроено, как-то уютно. Вот, а здесь просто, смотрите, вот такие вот бесконечные коридоры. Тут повернешься за углом, еще тоже бесконечность уходит. Ну, как-то души какой-то не хватает. И вот так вот, двери, двери, двери. И коридоры в MIT перемежаются с лестницами. Уже смеркается, и у студентов давно кончились занятия. Поэтому можно ходить и спокойно по MIT заглядывать во все возможные аудитории, комнаты, какие-то лаборатории, которые там не представляют какой-то опасности, а тоже могут быть открыты. И просто наслаждаться красотой. Я специально не включил свет, чтобы почувствовать уют этой лекционной аудитории. Надеюсь, и вам он немножко передается. В MIT, несмотря на то, что это очень новый университет, довольно интересные здания. И вот это что-то вроде творческой студии. Давайте сейчас с вами попробуем сюда попасть. Кажется, что все закрыто, никого здесь нет. Но на самом деле мы просто можем туда войти, потому что здесь почти все открыто и все доступно. Оп! Вот здесь у нас будет сцена для творческих каких-то выступлений. И не только. Смотрите. О-о-о! Обалдеть, да? Смотрите, какая красота! Знаете, что меня потрясает? Я все время гуляю там по Оксфорду. И меня восхищает, что он полупустой. Что там все принадлежит тебе. Почему-то там нет людей среди этого прекрасного. Здесь сейчас мы с вами ходим по MIT, да? То есть вот главная сцена. Вечер еще не поздний. 7 часов. Опять же, это все пусто. Это принадлежит вам. Вы можете ходить здесь и просто любоваться этими прекрасными видами. Ага-гэ-гэй! Лоусь! Какое тут эхо, а? А, кстати, я сразу не заметил. Смотрите, какой там прекрасный орган. Если сравнивать это с Оксфордскими органами, то, конечно, это такой вот стильненький новодел. Не мог вам не показать ее красоту. Смотрите, я на главной сцене MIT. Здесь есть специальная такая постройка, где проходят выступления. И тут просто можно прийти и разгуливать. Здесь просто здорово! Так, каким-то чудом мне удалось попасть на русскую тусовку. в MIT. Тут, на самом деле, есть и студенты из Гарварда. Но, смотрите, достаточно много ребят. Очень много талантливых, умных. Безусловно, с хорошими достижениями. Вот этот бородатый студент, его зовут Паша. И, представляете себе, это мой старый знакомый. Когда я только попал в Оксфордский университет, Паша приехал туда на стажировку, когда он обучался в одном из американских университетов. И вот по прошествии нескольких лет, представляете, я вот так вот приезжаю на русскую тусовку уже не в Оксфорде, а вот тусовку Гарварда и MIT. И встречаю там Пашу, который стал там аспирантом. Вот такие вот сюрпризы, настолько тесен мир. Песня. 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 Ну а попрощаться с вами я хотел из этой прекрасной комнаты в MIT. Она немножко делает из меня Дракулу, потому что здесь свет бьет сверху, но на самом деле я просто не мог не показать вам прекрасное. Я желаю всего самого доброго, если хотите еще что-то увидеть интересно на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о стримах. Субтитры сделал DimaTorzok